Наталья, какое у вас отношение к любовницам? Нифига у нас, блин, тема. К любовницам я уже не отношусь. Ну, по молодости я была любовницей женатого мужчины. Но, как мне казалось, что он просто разводится с женой, очень долго разводится, несколько, блядь, лет разводится. Я просто жду его, потому что любит он меня. А с женой он живёт из-за ребёнка, который не случайно родился, а он и не хотел. Она его обманула, она сказала, что она пьёт контрацептивы, а сама его обманула и родила ребёнка. А с женой он не живёт, потому что он мне 18-летней дури, блин, заливал, что я с женой не живу вообще. Нет. Мы с ней даже не общаемся. Он говорит, ну вот в однокомнатной квартире, спим в разных комнатах. Романтические девочки этому всему верят, мужики. Не надо нас так. Ну, то есть это же просто гнильё гнилое. Ну, то есть мы в это верим. Я верила. Я верила, что у них с женой нет секса, пока она не забеременела второй раз. Тогда я поняла, что, скорее всего, секс есть. Скорее всего, он её поёбывает. Поёбывает свою жену и поёбывает мой мозг. Вот и всё, вот и всё. И я была женой, которая знала, что у моего мужа любовница. И это одинаково тяжко. Ну, то есть быть любовницей тяжко, потому что ты пытаешься выцарапать своего мужчину у жены. Быть женой тяжко, потому что ты пытаешься выцарапать своего мужчину у любовницы. Вообще делить мужика, это какой-то... Это не мой вид спорта. Я это не люблю. Вот честно, раньше я пыталась что-то доказать, что типа я сейчас докажу, что я лучше, чем она. Нет, сейчас я вообще... Если мой мужик, не дай бог, но всё-таки, если он придёт завтра и скажет, Наташа, что такое дело, я люблю ещё одну женщину, поэтому вот кто из вас будет лучше на протяжении полугода, стой я и останусь. Я скажу, наверное, ты останешься с кем-то, но не со мной. Поплачу недельку, пореву, съезжу в Израиль, подлечу нервы, а этот пидорас пойдёт нахуй. Вот я чисто гипотетически представила ситуацию, чтобы вы понимали, а я уже своего молодого чаечка ненавижу сейчас, потому что я представила, что он мне так скажет.